В прямом эфире Якутия 24. С вами Влад Давыдов. Добрый вечер. Энергоснабжение восстановили, но будут последствия. На линии Сунтар-Вилюйск было прервано электричество. Ответственные за причину ЧП ответят перед законом. Прокуратура ведет проверку. Борьба за благоустройство. Жители 18 домов столицы все еще не могут сменить свою управляющую компанию. Тяжбы продолжаются почти два месяца. В чем проблема? Промышленные районы показали свою консолидацию. Вице-спикер якутского парламента Ольга Балабкина дала интервью нашему телеканалу. Речь шла об итогах выборов президента. Снизить отток молодых кадров. В Ленском районе действует программа по подготовке специалистов для отраслей экономики района. Насколько успешно это работает? И экстрим по-якутски. Команда Сахаслет отправляется покорять хребет Удакан вблизи поселка Хани Нерингринского района. 21-летний житель села Казачье Устьянского района осужден на 14 лет. Срок он получил за изнасилование 13-летней школьницы. Комментарии по этому делу нашему телеканалу дал Следственный комитет по республике. Следствием и судом установлено, что 16 июля 2017 года в помещении производственного здания молодой человек совершил насильственные действия сексуального характера и изнасилование 13-летней школьницы. В тот же день девочка рассказала произошедшим своим родственникам, которые обратились в органы внутренних дел. Злоумышленник был задержан и в последующем помещен под стражу свою вину в совершенном преступном деянии. Он признал частично, пояснив, что интимная связь со школьницы произошла по обоюдному согласию. Несмотря на позицию обвиняемого, следствием собраны доказательства насильственного характера совершенных им действий. На основании собранных следствием доказательств, приговором суда подсудимый признан виновным и приговорен к наказанию в виде 14 лет лишения свободы. К другим новостям. Энергоснабжение потребителей Западной Якутии, нарушенное сегодня днем, полностью восстановлено. Линия включена в работу после устранения повреждения. Об этом Якутии-24 несколько минут назад сообщили в Якутск Энерго. Напомню, сегодня днем потребители Верхневилюйского, Вилюйского, Нюрбинского районов остались без электричества. Это произошло из-за технологического нарушения на линии Сунтар-Вилюйск. Ответственные за причину этого ЧП ответят перед законом. Прокуратура республики проводит проверку по факту ограничения энергоснабжения почти 70 тысяч якутян. В ходе проверки будет дана оценка причинам и условиям, которые способствовали данному аварийно-отключению электроэнергии, соблюдению законодательства об электроэнергетике, в том числе действиям-бездействиям обслуживающей организации по надлежащему содержанию объектов электроэнергетики. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования, направленных на устранение нарушения закона и недопущению их впредь. На развитие российской медицины выделят 10,5 миллиардов рублей. Распоряжение подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Таким образом, Минздрав России получит средства из резервного фонда правительства. Более 8 миллиардов направят на развитие палеотивной медицинской помощи и улучшение лекарственного обеспечения инвалидов. Кроме того, 2,5 миллиарда рублей выделят на повышение квалификации врачей. Помимо этого, председатель правительства страны утвердил правило финансирования строительства социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке. Документ позволит передать в регионы ранее запланированные средства. Ожидается, что оказание государственной поддержки субъектам Дальнего Востока позволит ускорить создание социальной инфраструктуры и повысить качество жизни в макрорегионе. Так, в рамках федерального финансирования до 2020 года построят 199 социальных объектов. На эти цели предусмотрено 68,5 миллиардов рублей. Например, в Нерюнгре отремонтируют детскую поликлинику. В Хандыге Тампонского района построят новое здание многопрофильной гимназии, в Среднеколымске многофункциональный спортивный зал, ну а в городе Якутске новую школу. Если комфорт и благоустройство в масштабах Дальнего Востока только предстоит ощутить населению с реализации всех этих планов, то в отдельно взятых случаях за благоустройство гражданам приходится бороться. Жители ряда домов столицы все еще не могут сменить свою УК. Напомню, что речь идет о жильцах 18 домов, которые обслуживаются управляющей компанией столичного промышленного округа Якутска. Граждане еще в начале февраля решили отказаться от поставщика жилищно-коммунальных услуг и перейти к другой управляющей компании. И вот прошло полтора месяца, а ВОЗ и ныне там. Бумажная волокита и разборки с компанией у них идут и по сей день. В ситуации продолжает разбираться наш корреспондент Дмитрий Тымыров. С того дня, как наша съемочная группа побывала в квартире Виктора, ситуация лучше не стала. Наоборот, с наступлением весны, плесени и грибков на стенах и на потолке стало еще больше. Управляющая компания ЖКХ столичная так и не удосужилась посетить дом по адресу Очищенко 25. Никаких изменений произошло, никто так и не приходил. Это подтверждает жителей других домов, которые тоже отказывают от услуг управляющей компанией ЖКХ столичная. Никаких изменений у нас не произошли. Нам, наоборот, стали поставлять палки в колеса. От услуг нерадивой компании готовы отказаться 18 домов. Причину всех одни. Снег на крышах не убран, голые теплотрассы, у некоторых нет горячей воды. Это же мы сколько дней звонили же. Трубки они не берут совершенно. Вы звоним только представляешь, что челюстки на 8 дробь 6. Все, сразу же трубка бросается или мы там думаем, мы решаем. Жильцы нашли другую управляющую компанию, однако официально перейти под крыло Юнион от чего-то не удается. Хотя компания готова принять все 18 домов. Мы, конечно, заинтересованы не потому, что мы просто хотим взять у другой компании дома отобрать. Здесь наша деловая репутация затронута. Потому что если мы начали что-то делать, если жильцы к нам доверились, нас выбрали, мы же не можем просто взять и отказаться от этих домов. Из-за этой неразберихи сейчас у жильцов главная проблема – оплата коммунальных услуг. Они не могут оплачивать счета ни этой управляющей компании, ни другой. Расчетный биллинговый центр города Якутска попросту не открывает им счета. Принято решение, что пока мы приостанавливаем поступление денег. То есть начисления-то идут. Но просто получать или нет? Ни столичная, ни Юнион не получает. И мы ждем. То есть два дома действительно работают, а остальные ждем. Но пока у меня не было официального ответа от УГСЖН закончилась проверка или нет. Все это процедура, как оказалось, задерживает Управление государственного строительного и жилищного надзора по республике. Запрещает и тем и другим открывать счета. С вопросом, почему мы обратились в стройжилнадзор, на что нам ответили так. На сегодняшний день нами проводится 19 внеплановых проверок, то есть по 19 домам. Из них проверено на сегодняшний день 6 домов. Из них только в двух домах имеется соответствующий форум для принятия решения. В остальных домах форума нет. В свою очередь управляющая компания Юнион уверяет, что все документы были сданы. В жилнадзоре на что говорят? В данный момент проводится проверка, выявляются ошибки. Но эти ошибки по закону никак не влияют на принятие решения собственниками. Пока надзорные органы решают этот вопрос, у жильцов накапливается задолженность по жилищно-коммунальным услугам. Они устали искать помощи у вышестоящих органов. Но говорят, будут до конца бороться за комфорт и благоустройство своих квадратных метров. Дмитрий Тымыров, Елия Сыромятников, Владимир Павлов, Якутск. Авиакомпания Якутия продала более 3,5 тысяч субсидированных авиабилетов на Дальний Восток. В период действия этой программы до 30% билетов на каждый рейс реализуются по льготным тарифам. В этот раз их продажа продлится до 1 декабря текущего года. Специальным льготным тарифом могут воспользоваться молодежь в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60, инвалиды первой группы любого возраста, граждане, сопровождающие инвалидов первой группы и детей-инвалидов. Отмечу, что при покупке субсидированного билета необходимо предоставлять заверенные кассиром копии документов, поэтому билеты невозможно приобрести на сайте компании. Количество покупок авиабилетов для таких перелетов не ограничено. Также авиакомпания открыла продажу по постановлению правительства республики по субсидированию в арктические районы. Авиакомпания выполняет полеты по 14 маршрутам, из них 11 республиканских. Количество мест по данному постановлению, оно кватируется как количественно, так и суммы, выделяемые авиакомпанией. Сейчас короткая реклама, оставайтесь с нами и смотрите во второй половине итогов дня. Снизить отток молодых кадров в Ленском районе действует программа по подготовке специалистов для отраслей экономики района. Насколько это успешно работает? Алданский район готовится к республиканскому иссеху, идет пошив одежды и изготовление украшений. Экстрим по-якутски. Команда «Сахаслет» отправляется покорять хребет Удакан вблизи поселка Хани Нерингринского района. Что такое счастье и как не поддаваться депрессии и стрессам? Этими вопросами задался наш корреспондент сегодня в Международный день счастья. Это Якутия 24 в прямом эфире. Мы продолжаем итоги дня. Якутияне проявили ответственность, неравнодушие, сплоченность, подтвердив, что им не все равно, каким путем нужно двигаться дальше. Такое мнение высказал руководитель республики Егор Борисов после оглашения предварительных итогов президентских выборов. Цитата. Республика. 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 Говоря о явке в Якутии, так же, как и за голосование за руководителя государства, я хочу обратить внимание на следующее. Очень часто чиновники говорят о том, что в процентах это столько-то, но за процентами стоят реальные люди. Поэтому благодарны тем людям, которые пришли и обеспечили, по моему мнению, высокую явку как за президента страны, так и непосредственно на избирательных участках. Выголос считать нужно в людях. А мы, в принципе, сегодня представляем достаточно большую армию, поддержавшую Владимира Владимировича. Какую роль сыграли нововведения в законодательстве, в частности, возможность голосования по месту нахождения, а не по месту прописки, как это было раньше? Это дало возможность достаточно четко и полномерно провести избирательную кампанию с позиции прикрепления к избирательным участкам тех, кто находился в нем вместо своего жительства. В промышленных районах это достаточно большая группа досрочного голосования. Голосовали вахтовики, голосовали газовики, нефтяники, голосовали те, кто занимается золото-добычей. У нас были участки, где прям активно шли работники, например, Пауси, Лигдар. Это понятно, было активно, и люди прям желали, подходили для того, чтобы все-таки принять участие в голосовании. Как отработали общественные наблюдатели, на ваш взгляд? Это же новинка получилась. Да, конечно, Евгений. Общественные наблюдатели работали, вот я проехала по ряду избирательных комиссий, везде находились общественные наблюдатели, с четким осознанием своей миссии, не только как кандидата. И поддерживали они, безусловно, тренд открытости и легитимности выборов. Все участки отработали без нарушений на территории республики Саха-Якутия. Соответственно, это одна из категорий подтверждения легитимности. Каких изменений следует нам ждать после выборов? Я думаю, что мы выбрали того президента, чей курс был очень четко и последовательно выверен в его, прежде всего, послании. Были обозначены вызовы, с которыми сегодня находится Россия, находится каждый регион, каждый населенный пункт. И, соответственно, эти изменения будут определяться именно позициями, которые уже четко обозначены. Я уверена в том, что кандидат вместе, уже выбранный, кандидат Владимир Владимирович Путин, как президент страны, будет четко соответствовать своим словам его действиям. Другим темам представители КМНС республики встретились с представителями промышленных компаний. Это состоялось в рамках съезда коренных малочисленных народов Севера республики. Речь шла о том, что проблемы есть, и стороны говорили о том, как эти вопросы решить максимально грамотно. Дмитрий Тымыров по порядку и подробнее. Экологический ущерб, миграция диких животных, безработица и другие проблемы во многом связаны с влиянием промышленных компаний на уклад жизни коренных малочисленных народов Севера Якутии. Для решения этих проблем сегодня они встретились с представителями промышленных компаний. У нас уже есть несколько таких недополимых. Речь идет о том, что хозяйствующие субъекты, недорогопользователи в первую очередь, приходят работать в места традиционного проживания. И традиционно хозяйственные деятельности. Соответственно, уменьшаются площади таких территорий, где можно вести традиционные природопользования. Соответственно, речь идет о том, что со временем может настать такой момент, что деятельность промышленных компаний приведет к тому, что у нас не будет коренных малочисленных народов Севера. На сегодня в Якутии существует единственный в России закон об этнологической экспертизе, который направлен на минимизацию воздействия промышленных компаний на этнос. Как показывает статистика, порядка 180 хозяйствующих субъектов ведут свою деятельность на местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера. Ведут свою деятельность, имея лицензии на разработку порядка 400 месторождений полезных ископаемых. То есть это очень сильное негативное влияние, безусловно, имеет. И необходимо принимать в этом направлении шаги. Как показывает практика, не все промышленные компании добросовестно относятся к этому вопросу. И лишь небольшая часть из них проходит процедуру этнологической экспертизы. Так, акционерное общество «Прогноз» сейчас ведет работу на территории Кобяйского района. И благодаря этому в районе вводятся социальные объекты, а также трудоустраивается местное население. Наше взаимодействие основано на подписанном трехстороннем соглашении о социально-экономическом сотрудничестве между Ламанхинским наслегом, Кобяйским улусом и акционерной компанией «Прогноз». Каждый год мы стараемся в полной мере исполнять все пункты этого соглашения. В этом году компания ставит перед собой задачу увеличить количество специалистов инженерно-технического состава. Это редкий случай, когда промышленные предприятия успешно взаимодействуют с муниципалитетом. Чтобы такая работа велась повсеместно, Ассоциация КМНС Республики создала открытую приговорную площадку «Общественный диалог, коренные народы, промышленность, власть». Опыт этих площадок уникален в том, что здесь даже главы муниципальных образований, районов и наследов, они могут найти те компании промышленные, которых они не могут сидя у себя там в районе найти. Но это лишь верхушка айсберга. Обязать участвовать промышленные компании в сохранении быта и традиций КМНС пока никто не в силах. Для решения тех и других проблем нужно, чтобы законопроекты были инициированы на федеральном уровне. Ведь коренные малочисленные народы Севера проживают не только на территории Якутии, а по всей стране. Только тогда мы сможем сохранить быт, уклад жизни и традиции малочисленных народов нашей необъятной России. Оксана Устинова, Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск. В Ленском районе действует программа подготовки специалистов для приоритетных отраслей экономики района. Цель программы – снизить отток молодых кадров и повысить уровень образованности выпускников школ. Обучает район за свой счет, а затем трудоустраивает выпускников. Как это работает – сюжет Светлана Балеевой. Самостоятельно за счет бюджета готовят учителей, врачей, работников культуры и спорта. В течение года идет набор ребят, заканчивающих школу и желающих получить высшее образование. Надо сказать, что конкурсный отбор непростой, но тем не менее удается поступить многим. У нас уже есть наши первые выпускники, которые приехали после окончания высшего учебного заведения и трудоустроились уже у нас в нашем Ленском районе. Это у нас и в нашей центральной районной больнице специалисты уже есть, наши доктора. Это уже и, естественно, в наших школах и детских садах. И вот буквально с прошлого года мы приняли решение о том, что нам необходимо сегодня еще и поддержать наш агропромышленный сектор. Так было принято решение о расширении списка специальностей и отраслей. С прошлого года включена сельскохозяйственная отрасль. Надо сказать, что вуз и факультет для поступления выпускники выбирают сами. Конечно, только в рамках тех направлений, которые оговорены в программе. Как только высшее учебное заведение выбрано, ребята подают заявки представителям администрации, после чего проходит процесс их рассмотрения. Тут у нас два главных условия. Первое условие – после получения высшего образования необходимо будет вернуться к нам в район для продолжения здесь уже работы. Ну и второй важный момент. Я думаю, что это тоже правильно, потому что каждое предприятие заинтересовано в том, чтобы у него работал квалифицированный специалист. Поэтому одним из условий обучения по данной программе является тот факт, что студент должен обучаться. Его качество обучения должно быть не ниже 4 баллов. Сегодня в район уже вернулось 12 молодых специалистов. Пятеро из них работают в здравоохранении. 7 человек в образовании. В настоящее время по линии муниципального образования Ленский район обучается еще 28 студентов. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. В Нерингре благоустроят городской парк имени Черяева. Именно этот проект набрал наибольшее количество голосов на рейтинговом голосовании по отбору общественной территории для благоустройства. Всего же в рамках программы формирования современной городской среды горожанам было предложено выбрать один из четырех проектов. Это городской парк, скверы в районе школы номер 2 и в районе налоговой инспекции, а также технопарк в районе больничного комплекса. За городской парк проголосовали 32,5% избирателей. На его благоустройство выделят 28 миллионов рублей, в том числе 5 миллионов рублей из городского бюджета. Мирненский региональный технический колледж стал лауреатом премии СНГ за достижения в области качества услуг. В России в это число вошли только три организации. Это РЖД, Национальный исследовательский университет и Мирненский региональный техколледж. Мы являемся единственным учебным заведением на Дальнем Востоке, которое является обладателем двух этих самых престижных премий в области качества на территории стран СНГ. Это премия правительства в области качества и премия стран Содружества. Экстремалы из команды Сахаслет вновь отправляются к дальним рубежам покорять хребет Удакан вблизи поселка Хани Нирнгринского района. Рассказывает Тамара Игнатьева. Экспедиция Хани на дальних рубежах будет двухэтапной. Автомобильный перегон на 700 километров, из них 500 по зимней Кубама. И второй этап на снегоходах, когда экстремалы будут покорять вершины хребта Удакан, осваивать долину реки Лангдо. Цель исследования – понять, насколько местные условия подходят для снегоходного горнолыжного спорта и сноуборда. Ждем мы, конечно, прежде всего адреналина, отличного высокогорного позитива, красивые места, яркие горы, белоснежный чистый снег и горную тишину услышать. В экспедиции принимает участие и наш коллега Сергей Козюра, который будет освещать это событие. В прошлую экспедицию экстремалы из команды Сахаслет поехали на машине, которая снегоходы везла на прицепе. Но суровый путь оказался нелегким для техники, были поломки. Поэтому в этот раз они решили для снегоходов заказать на машину платформу. В этот раз у нас покорять вершины будут наши рысаки. Это новое пополнение у нас конюшник Бундокер. Ну и, конечно, мой самый любимый – это кот, северная кошка, артикет. Мне очень приятно, что наш любимый информационный канал Якутия-24 стал нашим партнером. Поэтому, я так думаю, что зрители этого телеканала непременно будут в курсе всех событий. И одни из первых увидят всю красоту и полноценность тех мест именно Южной Якутии. Это, друзья, будет Якутия. Надеемся, что южно-якутские экстремалы достигнут своих целей. И в очень скором времени вблизи поселка Хани Нерингеринского района будут открыты новые маршруты для туризма. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Сергей Козюра, Нерингри. «Совместить работу, любимое занятие и подготовку к национальному празднику СЭХ можно», говорит жительница Алдана Любовь Николаева. Она специалист по пошиву одежды и изготовлению украшений. С мастерицей беседовала наш корреспондент Татьяна Вахнина. Чтобы сшить шубу, мастеру-профессионалу потребуется порядка трех недель. Если манто будет из соболя, задача усложняется в разы. Тонкостей работы с соболиным мехом много. За свою жизнь мастерица Любовь Николаева изготовила десятки шуб, жилетов, шапок и накидок, как меховых, так и кожаных. Конечно, интересная эта работа. Не просто вот так взять до края из одного пласта, а с аппликацией. Очень интересная работа. Навыками работы с кожей и мехом мастерица владеет с детства. Профессию, однако, связала с иной сферой. Любовь Акимовна учила детей физики. Выйдя на пенсию, решила заняться любимым делом. Написала бизнес-план и получила от администрации района грант. Так была открыта мастерская. Я вот начинала с нуля, можно сказать. Это мне помогла администрация грант на 300 рублей. Я купила вот карьерные машины, прямосрочные, своя была и все. В последнее время Любовь Николаева получает множество заказов на национальные костюмы с затейливыми узорами из бисера. Творческие коллективы готовятся к празднику ИСААХ, а наряды им шьют мастера высокого класса. Платья, жилетов, ну и украшения, сувениры, хотя сроки очень сжатые для нас. Когда удается выкроить пару часиков, Любовь Акимовна набрасывает эскизы и шьет детские шубки. Основные тенденции коллекции зимней одежды для малышей – светлые тона, яркие акценты и оригинальность. Как, например, этот карман. Если кнопки отстегнуть, карман станет редикюлем. Конечно, хочется, чтобы наши дети не в черное и не в коричневое, так не боюсь, а ярко. В коллекции мастерица планирует представить порядка десяти шубок. Если позволит время, эксклюзив выйдет в свет к празднику ИСААХ. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Что такое счастье и как не поддаваться депрессии и стрессам? Этими вопросами задался наш корреспондент Петр Говоров сегодня в Международный день счастья. Вот и наступил миг счастья. Вернее, даже не миг, а целый день. 20 марта – Всемирный день счастья. Теперь уже официальный праздник, который учрежден Организацией Объединенных Наций и с 2013 года отмечается традиционно. У меня весной не бывает депрессии, у меня, наоборот, подъем настроения. Весна, скоро лето, все, зима прошла. Любите, будьте любимыми, кушайте хорошо, все, тогда будет счастье, не будет депрессии. Ну, какой-то свой ритуал успеха сделать. Жить, это могут быть маленькие вещи, улыбка. Жить, жить, быть здоровым, чтобы радовали внуки. Очевидно, что понимание счастья у каждого человека свое, индивидуальное. Но есть ценности, единые для каждого. Счастье – это для меня максимум положительных эмоций. Это здоровье близких людей для меня. Это когда ты радуешься и тебе сделали сюрприз. Это тогда, когда тебе не задали домашнее задание. Ну, лежать дома, ничего не делать, в выходной. Материозная – это мечта. Побольше улыбаться. Ну, дети хорошо жили, квартиры умели. Единственное в мире министерство счастья существует в Королевстве Бутан. Что касается Якутии, то здесь все не так радушно. По статистике, наш регион стоит на четвертом месте в России по суицидальным показателям. С каждым годом вообще депрессия у нас растет ежегодно. Но вообще поступают в стационар не все, кому необходима была бы помощь. Вообще, по статистике, около четверть. Это мужчина зрелого возраста, около 30-35 лет, который употребил алкоголь, состояние алкогольного опьянения. К слову, и стресс, и депрессию можно вылечить. Главное – вовремя пройти обследование и не бояться записаться на прием к врачу. Правда, есть и другой, более простой и приятный способ. Так как мы живем в регионе, в котором у нас достаточно длинная зима и нехватка солнца, есть такое понятие, как сезонная депрессия, которая характерна для любого человека, который проживает в данном регионе. И, в принципе, лечится-то она достаточно хорошо. Даже есть такие методы, не обязательно применение антидепрессантов. Например, есть метод фототерапии, то есть лечение солнцем, лечение светом. Даже достаточно человеку из региона выехать на 3-4 дня, как симптомы депрессии проходят. Что такое счастье? Это удивительное слово. Для кого-то это богатство, для кого-то рождение ребенка, а кому-то это здоровье. Для меня счастье – это радостные лица моих родных и чувствовать их любовь. А сейчас мы узнаем комментарии и мнения Лепы. Что для него счастье? Счастье – это здоровье и благополучие близких. Все-таки Лепа может быть похожа на человека, чувствовать как человек. Но, как вы все понимаете, это машина. Петр Говоров, Илья Сыромятников, Дмитрий Сергеевичев, Якутск. Это были итоги дня. Оставайтесь на нашем канале и будьте в курсе всех новостей и событий. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok